Возвращение Возвращение Автор поместил эти врата после видального разбора вратах шестых, врата смирения. Ясно и очевидно. Для того, чтобы говорить о возвращении, о исправлении, необходимо осознание того, что есть, что исправлять. По-видимому, что-то не то. От чего это зависит? Зависит от меры высокомерия и гордости человека. Зависимость обратная. Чем выше гордость человека, тем меньше у него возможности рассмотреть в себе какие-то проблемы. У человека высокомерного гордостица нет никаких проблем. Вообще не существует. Я не понимаю даже, о чем речь говорит. А у человека смиренного. Наоборот, тем ниже человек как бы опускается в видении своего я, своего эго. Меньше становится эгоцентричным. Тем больше он может посмотреть на себя со стороны. И тем больше может рассмотреть многие вещи, которые необходимо исправить. С этого момента только появляется понятие возвращения, исправления. А если еще больше задумаемся, то это полная необходимость, которая есть в нашей реальности. И мы должны каким-то образом знать о ней. И вот автор нам приводит к целой главе, которая будет подробно разбирать, подробным образом тему возвращения, тему исправления самого себя. Еще напомним, в прошлый раз говорили, это надо тоже помнить. Понятие чува, исправление, это не нечто само собой разумеющееся. Кто живет в еврейском мире, кто вырос в этом, ему это кажется, ну вот скоро Новый год, скоро Роша Шана, и вот мы будем говорить, начнем говорить о нашей судьбе. А придет тем Кипур, что вся тема посвящена исправлению. Чуве. А на самом деле, почему чува должна быть? Человек совершил плохой поступок. Нам легче это понять в отношениях между людьми. Обманул, украл, хотя бы кубил, или близок к этому был. Какое тут исправление может быть? Если мы будем рассуждать по просто человеческому пониманию, мы увидим о том, что нет никакой базы рациональной тому, что мы называем чува. Мы еще будем об этом говорить, будем говорить подробно, но уже сейчас, уже тут на вступлении уже упоминали о том, что чува – это величайшая милость Всевышнего. Всевышнего. Это не естественным путем, это не понятно, что должно пройти исправление. Как много людей страдает от плохих поступков, которые они сделали. По-настоящему. То есть, снова есть люди, которые не страдают, а есть, которые их, что называется, совесть загрызла из-за какого-то поступка. И в голову мне приходит о том, что, вот они говорят, а я себя не прощу. Смотрите, это не совсем в этой плоскости находится, ты себя прощаешь или ты себя не прощаешь. Если ты сам по себе, ну разбирайся сам с собой. Лучше иди к психологу, может быть, чем-то поможет. Если нет, человек понимает, что есть творец, то понимание – это совершенно другое. Да, есть возможность исправления. Надо только понять, разобраться, о чем речь идет. Человек может выйти из всего этого. И так, исправление, возвращение, как тут в прямом переводе, это вещь неизбежная. И каждый из нас в нашей жизни должен пройти это. И мы начинаем детальный анализ. Видите, детальный анализ в первую очередь должен начаться с определения. Если мы уже говорим о таком высоком понятии, и важном понятии, центральном в нашей жизни, как чува, возвращение, исправление, давайте определим, что имеется в виду. Раздел первый. Объяснить сущность возвращения можно следующим образом. Так говорит автор. Это исправление человека, ставящего его на путь служения Творцу Благословенному после того, как он оставил это служение и согрешил. И восполнение того, что утеряно в служении вследствие греха. Тут надо чуть-чуть остановиться. Есть люди, которые по ошибке залетят и начнут служить наше занятие. Не совсем поймут, о чем речь идет. Вообще, вся эта тема, для многих людей, она должна быть непонятна. По той причине, что даже само понятие грех, кроме того, что оно чисто просто пугает подсознательно, что за грех. Вообще не любят слово грех, не любят даже слышать, не любят рассуждать. А чего слово грех? Почему грех? Что за грех? Вот выйдем на улицу, спросим людей, что вы думаете по поводу грехов? Они скажут, что значит, что за по поводу грехов? Что это такое? Объясните мне. На иврите можно, там, игра слов есть. Слово грех – это хет. Это восьмая буква в алфависе. Это не что-то, что имеет какой-то смысл. Что такое грех? Так вот, по-видимому, грех, он появляется тогда, тогда, когда появляется запрет, появляется разрешение. На иврите это легче понять. Слово хет – грех, а слово ляхти – промахнуться. Когда мы говорим слово промахнуться, то есть мы куда-то стреляли, или куда-то шли, куда-то, какое-то направление у нас было, промахнулись. Вы обратили внимание? Кто может промахнуться? Тот, у которого есть цель. У которого вообще нету цели. Он никогда никуда не промахнется. У него просто, он просто, что называется, сам по себе. Он свободный житель в этом мире. Он никуда не идет. У него нет цели. Он не может согрешить. Есть люди, которые принципиально не могут согрешить. Почему? У них нет никаких целей в жизни. Когда есть цель, то тогда можно говорить о том, что тут промахнулся, ты отклонился. Когда есть цель, можно говорить, смотри, ты идешь в сторону цели, ты идешь от цели. Тогда появляется понятие запрет – это ты уклоняешься от цели. Или повеление – ты идешь к цели. Когда нет смысла в жизни, человек, в общем, не понимает, в чем смысл жизни. Вся эта тема, она бессмысленна. Все начинается с момента, когда мы понимаем, что есть смысл в жизни, есть цель в ней, и тогда любое продвижение к этой цели – это самое великое добро для самого человека. А отклонение от этого – самое большое зло. Он промахивается, он не идет к цели. Поэтому это называется лахти, называется это хет – грех. Это и есть грех. Поэтому надо понять, что тут написано. Когда мы говорим о том, что есть у человека цель, то цель появляется только тогда, когда есть целенаправленное сотворение. Потому что все остальное, единственная альтернатива – это случайность. А случайность по природе своей не имеет причины и не стремится к никакой цели. Поэтому, когда мы говорим о цели, это только тогда, когда человек осознает, что он является творением. И его сотворил творец, а творец сотворит исключительно для определенной цели. Только для цели. Значит, кто может эту цель в человеческой жизни определить? Только его творец. Сам человек не может. Каждый из нас иначе придумает сам себе цель. Обратите внимание, как это работает. Человек внутри, как бы, built-in, встроена какая-то потребность как смысленной жизни. Ну, снова возвращаемся тысячу раз к той же фразе, как сказал поэт, этот писатель, чтобы не было, ну, мучительно больно за бессмысленно проживание. Откуда все это идет? Чуть тебе, живи спокойно, строй коммунизм, не знаешь, строй, живи на стороне. Причем тут мучительно больно за какие-то цели. Внутри есть какая-то потребность к цели, к цели, к цели. Откуда она? Так вот, обратите внимание, эта потребность, она так, как люди, они не хотели принимать, что есть в этом мире творец. Каждый напридумывал себе. Откройте книги, увидите, сколько есть мыслителей, столько есть определения смысла жизни. Никого отношения, естественно, к самой жизни не имеет. Практически никого. Как смотрит, каждый понимает. Почему? Потому что, потому что это все ложь по природе своей, почему? Потому что она, это выдумка людей. Цель может определить только тот, кто сотворил творение и направляет его к цели. Он может отдать это направление, определить его. Поэтому, единственная цель, которая есть в мире, это цель, которая только творец устанавливает. Теперь, что должно нам сделать творение? Идти к этой цели. А если оно не будет идти? Ну, это будет называться по-русски грехом. Теперь давайте посмотрим, что написано в тексте. Если человек согрешил, что он должен сделать? Исправить свое согрешение. Отклонился от пути. Ну, вернись к этому пути. И вот, говорит он так, снова читаем. Что такое возвращение? Что такое чува? Определение. Это исправление человека, ставящее его на путь служения Творцу Благословенному после того, как он оставил это служение и согрешил и восполнение того, что утеряно в служении. Вот вам чува, исчерпывающая, простое определение, которое каждый должен знать о том, что после того, как человек испортил, не пошел по тому пути, по которому нужно идти по направлению к этому. Отсюда и дальше он должен это исправить. Как только он это понимает, осознает. То есть, он должен исправить то, что он оставил, согрешил и восполнить то, что утеряно в служении. Отдельно требует тоже прояснение, дальше прояснение. Это определение снова и снова. Это исправление человека, ставящего на путь служения Творцу после того, как он оставил это служение, согрешил. То есть, когда мы говорим о грехах человека, это не в человеческом понимании. Люди напридумывали себе всякие разные ограничения. И мучаются этими ограничениями. На самом деле, если нету Бога, то действительно все дозволено. А кто хочет, ему кто-то не нравится эта идея, так сказать. А что значит? А мы, вот видите, мы люди довольно-таки с высокими этическими нормами и нравами. Мы сами себе устраиваем это. А кто сказал, что это нужно и что это правильно? Это всего лишь мускамото хибраа. Это всего лишь условности общества. только общество это договорится так. И считает, что это нехорошо. Фуя. Через какое-то время, смотрите, уже поменяли все это дело. Раньше, тысячелетиями, семья это было что-то святое. Ясно было, очевидно, что надо строить семью. Ну, пришло новое поколение. А кто? Кто говорит вообще, что нужно семья? Ну, даже строить, нужно... Абуза? А про детей? Раньше даже в голове. Дети, да. Ну, хорошо, там один, два, это все. Но было ясно, очевидно, что если есть семья, муж, жена, должны быть дети. А сейчас вообще целое течение child free, free child, я не знаю, как называется, так сказать. Абузу сейчас даже собачек с кошечками не хотят. Поменялись нравы. То, что считалось раньше, сейчас уже нет никаких грехов, нет ничего, никаких ограничений. Ограничения могут только тогда, когда сверху накладываются, только отсюда идет понятие греха. Все остальное это не грехи. Если мы чувствуем, что мы, наш мацпун, наша совесть грызет нас, проверьте, если это по таре. Если это не по таре, скорее всего, оно не должно возгрызть, оставить себя в покое. Не тратить деньги на психологов. А если это по таре, тогда это грех. Действительно. Почему? Потому что только тот, кто нас отворил, может установить нам цель. И отклонение от нее будет считаться грехом. Теперь. Причиной греха может быть, продолжает автор и говорит, причиной греха может быть невежество человека во всем, что касается богослужения ему, либо победа дурного побуждения над разумом, либо уклонение от обязанностей перед Богом, либо дружба с дурными людьми, склоняющимися к греху и тому подобное. То есть перечисляются причины. Дальше мы это будем подробно разбирать, поэтому мы тут не восстановимся, а мы только скажем, в общем, почему люди грешают? Почему грех вообще он очень возможен? Почему? Потому что у человека что есть? Свобода выбора. Кто создает свободу выбора? Сила противоположная. То есть есть то, что склоняет к добру, а есть то, что искусственным образом всталняет к злу. Дурное побуждение. Вот и в первую очередь, хотя он по порядку, он, видите, очень правильно выстраивает все. Вначале он говорит, что вначале невежество. Кстати говоря, невежество это авиавототумаж называется. Невежество это база вообще всему. Многие люди просто невежественные, просто не понимают, не учили, не интересуются, живут просто вот как живут где-то нафиге, ну там, где живут крупные и мелкие рогатые скуты. Они ничем не интересуются, кроме пищи и развлечений и всего прочего. Невежество. То есть причиной греха это может быть невежество. Что еще может быть? Победа вот того, дурного побуждения над разумом. Это дурное побуждение оказалось очень сильное, но победило разум. Человек согрешил. Либо уклонение от обязанности перед Богом. То есть должен был это сделать и это сделать. Помните, мы говорили о том, что человек осознает о том, что есть Творец, он является господином, прям хозяином. А если он господин, значит я кто? Я раб. И это должно его повелевение исполнять без каких-либо отклонений. То уклонение от обязанности перед Богом. Человек уклоняется, не чувствует себя рабом. Я тоже кто-то, я сам понимаю. Тоже приведет к греху. Либо дружба с дурными людьми. То есть человек понимает, может перебороть себя, да, но из-за того, что он находится в кругу людей, а влияние среды очень сильное на человека, из-за этого он грешит. И тому подобное. То есть есть много, много, много причин, которые тут есть. То есть мы видим о том, что много путей, по которому может человек согрешить. Может быть, еще как введение добавим к этому, к этому определению, углубляясь в это определение. всегда вопрос он в конечном итоге, как это нас касается. То есть кто слышит внимательно, следит, что было сказано, тут сказано исправление человека, который оставил служение и согрешил. Я надеюсь, все помнят, книга написана и адресуется к поколению, в котором не было людей светских, не существовало нигде ни среди евреев, ни среди народа мира. Может быть, единицы, но не как массовое явление. Поэтому, если речь шла о чуве, то очевидно, ясно, что это чува, исправление, возвращение. Слово возвращение это всегда где-то ты оставил место, где ты был, отступился, теперь должен вернуться. Ну, вот четко, ясно, вот определяю тебе, что есть чува, что есть возвращение. А как с нами? Мы же вроде бы на первый взгляд никуда не отступали для того, чтобы вернуться. Мы там изначально сидели. А ну, подходит ли нам слово баль-чува, которое распространено в Израиле? Или, как тут говорят, хозер ба-чува, возвращающийся к чуве, или хозяин чувы, как его называют. Хозяин ба-чува подходит всем. А ответ, если чуть-чуть вдуматься, то на самом деле мы точно так же, мы тоже, 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 мы, 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 мы хозерим ба-чува. Почему? Потому что, когда душа каждого из нас спустилась в мир, она спустилась чистой. Чистой. Как мы говорим, утром мы говорим, утром просыпаемся, это же молитва, когда мы благодарим за то, что мы проснулись, душа, которая ты мне дал, она чистая. Я утром проснулся, не успел. Сегодня не успел еще сокрушить, ничего не успел. Первое дело, только проснулся, открыл глаза, еще не учил ничего ни натворить, ни наговорить, ни сделать, ничего-ничего. Чистая душа, все хорошо. То есть, дается мне шанс сегодня утром на ближайший день. Когда душа спускается в этот мир, она тоже спускается чистой. А, и спросите, это же Гильгуль, все начинают, оставьте покое. Мы говорим сейчас как в эталон. Душа, которая спускается вниз, она чистая. Теперь. Мы выросли с вами где? Ну, скажем так, не в Небраке, не тут на Геуле, не в Мяшиаре. Родители не заботились о том, что в наши уста попала кошерная пища с малых лет, и чтобы мы учили Тору, а не пели пионерскую зорьку, и чтобы мы там не видели то, что не надо. Что делать? Мы выросли, как выросли. Другими словами, не мы являемся причиной отступления. Но отступление было от той чистой души, которая спустилась в этот мир. Какая же разница этой душе, то ли это из-за родителей, у которых выбора другого не было. То ли это из-за нас, которые... Это отдельный вопрос, кто из-за этого должен нести ответственность. Но по сути своей, по сути своей, и те, которые выросли в религиозной жизни, и те, как мы, которые не выросли, а только сделали эту чуву. Мы являемся хозрим бачувам, являемся балетчувам, являются людьми возвращались. Потому что у нас есть куда возвращаться. Нет разницы о том, что отступление было и за нас, или из-за родителей. Какая разница? И то, и другое. Это отступление. Теперь что нужно сделать? Вернуться в то место, в которое изначально мы должны были прийти к нему. Это важное замечание, чтобы понять, как это относится и к нам. Все это относится к нам точно так же. Мы точно так же оставили и из-за этого тоже надо будет делать чуву. И надо это все исправлять и возвращаться к тому состоянию, в которое мы должны были прийти. Если бы мы это все не прошли бы. Теперь. Еще очень важное замечание, которое есть. Из всего, что мы тут обсуждаем, надо сказать и много раз сказать об этом. чува это нечто эгоистичное, видимо, самое эгоистичное, что есть. Когда мы говорим о чуве, о исправлении, это для кого? Это для кого? для кого? не надо исправлять? Для дяди, для тети, для родителей, для кого? Даже для Бога. Ему ничего не надо? Для себя только. Вот это надо помнить о том, что все это понятие чува, это практически все в духовной жизни. В конечном итоге, после того, как мы говорим все время об альтруизме, говорим о том, чтобы дать, 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 чува, база, основа ее, она исключительно эгоистична. Точно так же, как человек заботится о себе, вот у него, он просто заботится о чем? О том, о чем он не должен заботиться, о своем теле. Точнее, он должен заботиться, в ни всяком сомнении об этом речь не идет, если он не будет заботиться. Но это не должно быть первоочередным его озабоченностью. Почему? Потому что тело, как известно, из праха пришло, из праха уходит. А что основное есть в мире? Это душа, она вечная. Ну, об кроме надо заботиться в первую очередь о душе. Поэтому, когда мы говорим, что человек грешит, что значит грех? Грех, это, вполне возможно, сделан телом, но страдает от этого душа. Она та, которая, которая, которая тяжело из-за этого греха. Поэтому, исправление и возвращение, оно спасает нашу душу. Спастите наши души. Это спасение наших душ, это чува. Поэтому, эта тема, она столь важная, она столь принципиальная. Это, это как, кто, кто не должен заботиться о себе? Кто не должен, кто не хочет заботиться о себе? Скажем это тут, снова скажем, и снова, может быть, скажем. Каждый из нас хочет быть здоровым человеком. То, как мы это, как понимаем? Чтобы у нас тело было здорово, почему? Оно доставляет нам удовольствие. А болезнь доставляет много неприятностей, боли и неудовольствия. Нехорошо, мы этого не хотим. А здоровое тело приятно, хорошо, поехало. Вообще не замечаем, что у нас есть. Про душу? Вообще не думаем. Вообще не думаем. Вообще, о душе вообще, вообще не думаем. Ну, многие люди, только, да, не все, у них, у них судьба складывается более, как бы, удачно. А на самом деле, у большинства людей судьба не очень удачна. И тогда приходят всякие разные страдания. Даже порой в 15-16 лет уже видишь человек, молодой человек, юноша, девушка с трудом стоят на ногах. Не физически, они здоровые, крепкие, а душевно совершенно разбитые люди. Я уже не говорю о тех, которые уже, знаете, когда вляпались, там, женились, развелись, развелись, вышли там, что дети, то это, поехали туда, приезжали сюда, не могут вообще найти себя, ни специальность, ничего, вот уставились в этом. Полная разруха душевная. Люди, многие страдают, страдают, страдают. Ну, это просто психическое расстройство. Поэтому, чисто теоретически, чего они хотят? Они тоже понимают о том, что хотеть только здорового тела, это недостаточно. Ну, здоровое тело, но я же, что, буду с этим телом? Душа страдает, она не позволяет всему остальному даже насладиться в этом мире. Поэтому он понимает, что нужно, и многие уже понимают, чем больше человек живет, чем старше становится, понимает, что основное, это здоровая душа. Назовите это здоровое психическое состояние, отсутствие психических отклонений, или назовите как угодно. Все хотят, мы должны быть здоровыми людьми. Здоровый человек, это человек, который, душа, которого она не грешит. У кого душа грешит, подсознательная душа это ощущает, создает все внутренние проблемы, создает страхи, неудовлетворенность, какое-то поспутное вечное неудовлетворение то ли собой, то ли другим, то ли своим местом, то ли чем. То есть, вообще, все, 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 все засасывается в какое-то эго больное человека, человек из этого не выходит. Ну, идите лечиться к этим психологам. Целая армия, пожалуйста, только приготовьте много денег и наберитесь терпения. Может быть, то может. Но есть совершенно другой путь. Душевного здоровья, который изначально, тот, который сотворил человека, его душ, указал на это. Вся терапия, психотерапия мира находится в одном слове, чува. Ничего не надо нового искать. Все, что изобретает, надо то, это, это, сделайте чуву. Ай, у вас в религиозных, смотрите, вы сами посылаете психологам. Верно, а кому нам еще посылать? Ведь вы же не хотите жить по-еврейски, по-толе, как настоящему? Чуву-то же не хотите делать. А, не хотите делать? Идите к психологу. А у нас нет, а что? Единственное, возможно, что есть, вот чува. Чува – это гарантия здоровья душевного. Кто не способен на эту цель, пусть идёт лечится. Итак, что важно знать? Важно знать, что чува – это вещь необходимая. Чува – это вещь, которая, которая, она, всецело для нашей пользы. Это то, что помогает нам, то, что укрепляет нас, то, что даёт нам нормальное существование, здоровое, душевное существование. Это большая-большая вещь, к этому нужно стремиться. Теперь вернёмся к тексту. Говорит, Рабейн Убахия объясняет, каким образом вообще происходит отклонение, то есть, грех, как может произойти. Мы сказали, это только тогда, когда человек отклоняется от служения. Отход от служения возможен двумя путями. Либо человек не исполняет заповеданное Творцово, пренебрегает им. Либо делает то, против чего Творец предостерегает, намеренно нарушая его волю. Ну, как, говорят, наидишь, овцелухайс. Всё наоборот. Когда говорят, делай, не хочу. А когда говорят, не делай, о, это самое интересное, что хочется. Вот тут надо это... Как вы понимаете, это есть нарушение запретов Торы и нарушение повелений Торы. То, что тут сказано. Снова прочтём. Отход от служения возможен двумя путями. Либо человек не исполняет заповеданное. Творец заповедывает, а он не исполняет. Либо делает то, против чего Творец предостерегает. Ну, не делай. А тот намеренно нарушает это. Вот вам и греха. Вот и грех. Теперь. Если отход от служения выражается только в неисполнении предписанных действий, то возвращение состоит в том, что старательно и правильно исполнить то, что необходимо и тщательно соблюдать общие правила, обязательные для возвращающих служения, которые, я намереваюсь, объяснить, дали в этой книге. Если же отход от служения выражается в действиях против, против которых предостерегает Творец, то возвращение состоит в том, чтобы проявить осторожность, оберегая себя от повторения этих действий в любом виде и стараясь совершить обратные им и тщательно соблюдать общие правила, которые я намереваюсь тоже с Божьей помощью объяснить дальше. То есть, все очень просто. Все помнят Рамбама, который говорит, что если у нас, да, приводит пример палки, которая согнута, и мы хотим ее выровнять, если мы будем ее выравнивать, она никогда не выравнивается. Что нужно сделать? Ее нужно перегнуть в другую сторону. Если она кривая в эту сторону, мы ее в эту сторону, тогда она может и выпрямиться. Это то, что он говорит. Нам, творец, что-то повелевает, а мы не сделали это. Мы не сделали это. Но повелевает, а мы не сделали это. То в чем будет составлять, в чем будет проявляться исправление? В том, что мы должны перегнуть палку. То есть, мы должны стараться больше исполнить даже то, чего нам повелевает. Для чего? Для того, чтобы через определенное время вернуться в нормальное состояние исполнения точно и бесприкосновно того, что сам творец сказал нам. А если мы нарушаем то, что делаем, то, что творец запретил, он запретил, а мы тогда нужно что сделать? Надо проявить осторожность гораздо большую, чем в нормальном состоянии. Для чего? Для того, чтобы оберечь себя от повторения этих действий и стараться совершать обратное имя. То есть, все делать таким образом, чтобы не только оградить себя, но дать гарантию того, что это не повторится. Перегнуть палку в другой образ. Если что-то уже мы нарушили, то в этой области надо устрожить все еще больше, чем есть, а через какое-то время можно вернуться к исполнению нормального. На что это подобно? Теперь объясняет Рабейну Бахе как по пути его, как он во всех остальных местах. Он обращается к нашему разуму. Мы же говорим о вещах духовных. Теперь о духовности дать человеку в этом разбираться. Ну, такое она придумает, ну, такие фантазии. Мы не можем. Надо знать правила, надо знать это как-то строго понять, духовный мир, он недоступен исследованию, мы не можем его исследовать. А что нам доступно? Нам доступно этот мир, который Творец нам дал, мир материальный. Так вот, есть простые коды подобия мира материального, мира духовного. Поэтому обратите внимание, как всегда мудрецы ищут в этом мире некое подобие материализации тех же самых духовных процессов, которые находятся там вверху. Теперь, вот он и говорит нам, послушайте, давайте поймем это, мы же говорим о чем-то непонятном, на что это подобно. Смотрите, какое-то точное сравнение, какое-то точное все, что мы сказали, с тем, что нам очень ясно должно быть, и ясно, и понятно. Нечто подобное это мы можем найти в мире явлений естественных. существуют болезни, связанные с питанием человека, и возникающие либо от того, что он отказывается от еды, поддерживающей здоровье, либо от того, что он есть пищу, причиняющую ему вред. А, ищем подобие, а не надо далеко ходить, мы говорим о душе, а душа, учили в других местах, говорили об этом неоднократно. Это и есть человек, это то, что есть. Душа человека, это то, что есть. А тело? А тело это его одежда. Точно по размеру души. Точно по структуре души, по строению. Поэтому обратите внимание, говорят о том, что есть 613 частей тела. Нет, есть 613 частей души. Поэтому есть 613 частей тела. То есть есть соответствие между теми этим. Поэтому когда мы говорим о душе и хотим понять, разобраться в ней, то можно это понять на примере тела нашего. Потребности души, ну, подобие этого есть потребности телесные. Теперь как мы их употребляем? Тело для того, чтобы оно могло в этом мире прожить, ей необходима энергия. Энергия для души приходит сверху. Духовная энергия. А телесная энергия, так как этот мир, он построен как автономный мир, то и добыча энергии для существования тела тоже она автономная. Как это происходит? Самым чудесным образом. Кто только будет учить биологию, подробнее физиологию, там все медицину, он просто должен прийти в полное изумление сложности конструкции, которая позволяет нам, позволяет нам на всех уровнях поддерживать энергетический баланс нашего тела. Его температура, энергия, все прочее, что он ресурсы все наши восполняет. Как? Едой. Покушать, покушать. Мы для нас люди просто едят, не придавая большое значение этому факту, а за этим стоит все тело и возможности существования благодаря тому, что происходят необыкновенно сложные химические процессы в нашем организме, которые позволяют нашим потреблением еды поддерживать энергетически свое тело. Итак, мы видим, что мы можем теперь сравнивать тело и душу. Теперь то, что касается тела, ну, это мы все понимаем, это все разбирается. Болеть кто-то, болеть кто-то хочет, никто не хочет болеть. Почему болеем? Когда-то и до сегодняшнего дня врачи продолжают говорить, а включая их, никто не хочет слушать о том, что болезни это от еды. Еда, человек рождается, если только нет каких-то принципиальных болезней у него, то есть врожденных еще в душу, то все остальное, все проблемы, это отнест здорового образа жизни, 90%, которое включает нездоровая еда. Что значит нездоровая еда? Мы то ли переедаем, то ли недоедаем, то ли мы едим пищу, которая нам вредит, то ли наоборот мы не употребляем необходимый рацион, который нужен нам для поддержки нашего организма. То ли так мы себе вредим, то ли так себе вредим. Вот он и говорит, существуют болезни, связанные с питанием человека, и возникающие либо от того, что он отказывается от еды и поддерживающие здоровье, либо от того, что он ест пищу, причиняющему вред. Ну, в основном народ ест пищу, причиняющему вред. Почему? Вкусно. Вот не интересует это здоровая пища, нездоровая пища, сколько она вкусная, доставляет ему удовольствие. Будет ест, пока не будет тошнить. Пока не будет тошнить. Я знаю, может, не у всех, но вот есть, так сказать, люди, которые, если вкусно, то будут есть, пока просто, ну, не поперхнуться. А есть люди, которые, знаете, идеологически направлены, с идеями, это не будем есть, это не будет, все должно быть естественно, нельзя, там, строго вегетарианство или еще другие какие-то направления естественные, которые есть. Человек, совершенно не понимая, лишает себя вот этой основной пирамиды, этого рациона, необходимого для того, что требуется организму. А организму требуется огромное количество всяких разных химических составляющих, какие-то железо, кальциумы, йода, с чего только нету. Теперь, откуда все это приходит? Это все приходит из пищи. Из пищи. Поэтому, тот, кто не потребляет эту пищу, как положено, не потребляет какой-то причины, он причиняет себе большой вред. Сразу это не чувствуется. В общем, нет. Но если человек не ест необходимый рацион, то через определенное время он у него видит, что прошло пять лет постепенно-постепенно и организм сдаёт. Как много людей чувствуют себя плохо, чувствуют усталость, чувствуют... И он не понимает даже из чего. Иду делает проверку крови, вдруг выясняется, что у него низкий гемоблогин, или низкое железо, или ещё какой-то, или витамин какой-то отсутствует. Другой начинает понимать о том, что он напротив, в течение многих лет он вредил своему организму. Такие люди отказываются от еды, поддерживающего здоровье, но носит ему вред. А с другой стороны, в основном народ что делает? Просто всё переедает, ест всё подряд, главное, чтобы было вкусно. Кто заболел, что дальше? Давайте предположим, что человек хочет выздороветь. Что это тоже вопрос непростой. Обратите внимание, что большинство людей в мире, они больны, но лечиться не хотят. У меня человек, который, знаю, недалеко живёт, так и сказал, о том, что ему запретили есть и это, и это, и это, и это. Сказала она, поедая это, прямо в прямом эфире. На удивлённый взгляд, как же так, запретили же. Он говорит, а что же у меня останется в жизни? Какое удовольствие? Если это единственное удовольствие, а еда, мы настолько привыкли, это же такое удовольствие, мы не хотим расстаться, поэтому мы не хотим лечиться. Да, это тоже симптом сам по себе. Люди больны, даже телом не хотят лечиться. Что же говорить о душевных заболеваниях, что люди не хотят лечиться? Тем более, тем более. Так вот, давайте оставим этих людей. Мы, по-видимому, не к ним и мы обращаемся. Человек хочет лечиться. Что тогда? Какой путь? Вот сейчас мы пойдём теперь аналогию. Если он заболел от недостатка пищи, поддерживающей здоровье, то излечение его достигается усиленным потреблением, подходящим ему видов пищи, обеспечивающих выздоровление, пока состояние его не нормализируется. и когда он достигнет, естественно, для него состояния бывшего до болезни, он должен перейти к нормальному питанию. Вот, смотрите, точно, как мы говорили. Видите, как прекрасно, да? То есть, что нужно сделать в такой ситуации? Человек идёт к врачу, ему говорят, а, так, анализ крови, так, смотри, тебе тут надо, тут тебе надо вот такого витамина, вот таких минералов, вот такого там железного, значит, вот это надо пить, это надо пить, то. каким образом, уже тут не поможет сказать, вот ешь это, ешь это. Теперь надо искусственным образом это брать, чтобы это вернуть каким-то образом то, что было утеряно. Ну, через какое-то время, что скажет врач, приходи снова, сделай анализы. Пришёл, через полгода сделали анализ, то уже не надо брать тебе все эти таблетки, все эти минералы, все эти, почему вернулся в нормальное состояние. Вот это то, что мы теперь можем понять, да, это легко, да, то, что касается тела, мы понимаем. Понимая тело, поймём и душу нашу. Когда человек что-то не делает то, что нужно делать, то какая у него возможность, видите, вот как мы поняли, значит, и в духовной области точно так же надо перегнуть и надо начать делать больше повеления Всевышнего и устражать в этом, чем даже это повелевается, для того, чтобы через определенное время привыкнуть к этому новому состоянию, исправив себя, можно вернуться в нормальное среднее состояние. Точно так же и нарушение. Если же он заболел от употребления вредной еды, то излечение должно состоять в том, чтобы остерегаться этой еды и подобно ей стараясь потреблять такую, которая обладает противоположными качествами и естественными свойствами, пока его состояние не нормализируется. Ну, это уже все-все знают. Все, кто там съели что-то жареного, печеного, не знаю, перченого, все, 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 кто страдает желудком, знают хорошо, как после этого болит, 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 болит. Что можно помочь в такой ситуации? Ну, перейти на диету, какую строгую, которая, наоборот, полностью исключает все, что нам вредит. И тогда что? Через какое-то время уже можно вернуться к нормальной идее. Это каждый из нас должен понимать, знать. Снова, давайте тут подведем итоги. Он очень-очень важный, что мы поняли. Отклонение от пути, к которому мы идем, той цели, которую установил наш Творец, называется грехом. Это грех. Отклонение это махты. Промахнулся. Не туда, не в ту сторону идут. Какие возможности есть? Одна возможность это, когда побелевают, иди туда, он не пошел. А когда говорят, туда не иди, о, я именно туда пошел. Вот вам два вида грехов, которые связаны с повелениями Всевышнего делай и не делай. Исправление этого совершенно неизбежно. Почему? Потому что, если мы не исправим это, мы будем людьми больными. Теперь, если у нас есть разум, то каждый должен понять о том, что быть человеком больным нехорошо, не надо вредить себе. Другими словами, эгоизм нам может помочь прийти осознанию того, что чува, исправление, это вещь совершенно необходимая. Мы говорили, это вещь очень эгоистичная, это помочь самому себе. Человек должен заботиться о своем душевном здоровье. Сколько замечу, что лично мне болит, я вижу это так много. Встречаюсь с людьми, у которых есть душевные проблемы. Самое яркое, самое выделяющееся, это депрессия. это страшное состояние душевное. Кто находится в этом, это очень, очень тяжело жить. Непонятно, как люди эти живут. Теперь, в Рухаши современное состояние медицины, Бог дал людям мудрость, додумались придумать лекарства, которые помогают. Сколько раз говорил с такими людьми, идите, возьмите, помогите себе. Ни в какую. не хотят. Ну, часть нашего советского менталитета. Почему? Я что, псих? Интересно, что у всех приблизительно одинаковая реакция. Если идти к кому-то, к врачу, к психиатру, так это значит, я псих. Но я же не псих. Поэтому я же ходить не буду. Ну, тогда что? Тогда страдайте. Сидите, разрушайте себя, свою семью и все прочее, что есть. И много примеров подобно этому, когда тот же человек, который не готов ходить ни к психологу, ни к психиатру помочь своей душе, не в состоянии. Как только заболит у него что-то, тут раз, побежал. То есть, то, что касается души, говорят, что буду я, что психи, чтобы принимать химию. Как только заболело, что-то там заболело, какой-то пальчик заболел у него, побежал, купил всю химию, которая есть в аптеке, затопал себе. Тут все нормально. Понимаете, как все переверно в голове? Если человек светский, то я его еще понимаю. Почему? В его жизни тело основное. Человекский, пой на голове, религиозный. Ну, ты же понимаешь, что тело пришло в этот мир, тело ушло из этого мира, оно тут временно. А душа вечная, именно душа, она не важна. Не хочешь ей помочь, не хочешь ее исправить, не хочешь ее вызвать, чтобы она была здоровая. Ты хочешь оставить и после того, как уйдешь из этого мира, тоже оставить эту душу нездоровой на веки вечные? Все перевернуто в голове. Это трагедия. Человек должен заботиться в первую очередь о душевном здоровье. Самое основное. И врачи знают о том, что если человек здоров душевно, у него и тело здоровое. Если улучшение правила, это уже какие-то подсчеты небесные. Человек здоровый, душевно, у него и тело здоровое. Естественно, что если нет предыстории и того другого, кто изначально так растет, у него душевное состояние нормально, у него телесное... Не как принято в том мире, откуда мы приехали, в здоровом теле, здоровым духом. В не всяком случае здоровье тела нужно поддерживать, нужно заниматься спортом, особенно в нас, в наше время. Про это речь не идет. Но истинное понимание душевного состояния, оно, когда у нас здоровое, то и одежда нашей души, тело, оно тоже, соответственным образом, оно здоровое. Поэтому у нас в первую очередь заботится о здоровье. А здоровье, оно связано с тем, что если человек отклонился от здорового состояния души, он должен это исправлять. А как исправляют? Вот, видите, возвращение, чува, то, о чем мы сейчас говорим. То, о чем мы говорим. Поэтому никто не должен себе вредить. Точно так же, как вот с телом мы понимаем о том, что мы сами себе не должны вредить. То есть, еще никто не видел о том, что себе кто-то, я знаю, отрезал себе кусочек пальца или, знаю, ухо, или еще чем-то, я не знаю, взял ножики и себе где-то в районе сердца посмотреть, как там далеко сердце или недалеко. Мы не видим такого, верно? или там открыл себе живот. Нет такого, да? А человек, а почему душа, когда, когда он ее режет на куски, почему он не чувствует? Ну, головой же он понимает о том, что он вредит своей душе, он ее разрушает. Он причиняет ей боль. Это называется грех. Это называется грех. То есть, это, 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 это покалечит свою душу. Уже ли человек не хочет ее исправить, вернуть в нормальное состояние? По-видимому, если у него есть разум. Он обязан это сделать. Итак, надо знать о том, что, 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 чува, это ключ к, просто здоровому существованию. Вот. Поэтому мы с вами изучаем эту очень важную тему таким подробным образом. и мы прошли с вами, завершили раздел первый, где всего лишь дано определение. Да, снова определение очень простое. Надеюсь, вы его помните. Что такое чува, сущность возвращения, в чем? Исправление человека, ставящего его на путь служения и творцу, после того, как он оставил это служение, согрешил, и в исполнении того, что утеряно в служении. Это простое определение. Надеюсь, что уже мы его прояснили несколько раз. Давайте перейдем к второму разделу, может успеем. Второй раздел, он классифицирует виды прегрешений. Или, можно сказать, не виды прегрешений, а вот возвращение вот этого самого чувы. Какая чува может быть? Какие виды чувы есть? Говорит так автор. Возвращение бывает трех видов. Первый из них – возвращение. В данном случае отказ от мысли совершить грех. В ситуации, когда человек не нашел возможности согрешить. Когда же он находит ее, его дурное побуждение превозмогает разум, и он не воздерживается от греха. И лишь после того, как он довершает грех, только тогда он видит мерзость его и сожалеет о нем. О таком говорят, что он вернулся к Всевышнему лишь устами своими, а не сердцем, языком, а не делами. Он заслуживает наказания Творца Благословенного, Вену и сказано о нем красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо, воскурять Балю, следовать за богами и чужими, которые вы прежде не знали. Не пещерой ли разбойничей, в котором воры, грабители укрывались от погони, сделался в глазах вашими, это дом, называемый именем моим, так и говорит пророк Ермияву. О чем он говорит? Он говорит, слушайте, чем вы занимаетесь, обращаясь к своему поколению, и говорит, послушайте, чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь воровством, разбойничеством, и всеми прочими прегрешениями, и что вы после этого делаете, после греха, куда вы бежите? Тут же побежали в храм, приносить жертву, хатат и пешат, и да, прости меня Бог. То, закончили, отдали, отдали, выкуп на это сказать, и снова вернулись к тем же самым грехам. Во что вы превратили в храм? Это пересадочный аэропорт, где, так сказать, между двумя грехами? Видите, он сетует о том, что кричит, орет. Подобно, это колоссальный грех. Снова, мы говорим о людях, которые когда-то жили. Нам тяжело понять, как их дурные побуждения, силу, которая была. Но факт тому, что люди были погружены, как и многие из нас, в состояние греха. А когда они не грешат, ну, тогда, когда нету возможности согрешить, нету объекта, праведники, как только появляется эта возможность, тут же согрешат. Нельзя, вот, нельзя на кнопку нажимать. Отлично. Ну вот, пока еще не включил, ну, значит, не грешу. Как только появляется возможность, нажал. То есть, речь идет о людях, которые, которые совершенно не в состоянии сдержать себя от дурного поступка. Но, у них есть, по крайней мере, нечто, что позволяет вообще говорить о них. То есть, есть категория людей, о которых мы тут вообще не говорим. Это люди, которые живут в греху, не сознавая этого вообще. У них никаких не пробуждается, никаких вопросов об этом, и никаких угрызений совести нет. Вопрос вообще не стоит. Речь идет о людях, у которых после того, как они согрешили, действительно пробуждается сожаление. Но после того, как это сожаление, оно пробудилось, это мало что им помогает, чтобы уберечь себя, от следующего греха, в котором они снова погружались. Это как люди, многие из нас знают, так сказать, это условное подобие, которые, которые собираются делать диету. Многие, многие, так сказать, пытались делать диету. И знают о том, что, конечно, я буду делать диету, но пока я, пока еще не начал. То есть, уже взял на себя, я буду соблять диету. Но если это вкусно, ну, не сегодня, но завтра я начну. И так каждый день. Каждый день. Это не... А потом он как только съел, обратите внимание, это люди, которые разбираются, то есть, с опытом, которые, что... Вот каждый раз, после того, как вот пирожное залетело в рот, даже не обратите внимание, как это произошло, это даже не я. Я этого не хотел. После того, как прошло это удовольствие от этого, заглатывания этой вкусной пищи, после этого приходит какое-то очень нехорошее состояние, отчаяние какое-то даже, разочарование самим собой. Да, это некое подобие того, о чем мы говорим. Да, то есть, они тут грешат, они все время грешат, а после этого они сожалеют об этом. Ну, прошло сожаление, снова подвернулся грех, вообще забыли все сожаление, все это. Это один вид. Теперь, видите, что тут сказано в конце, надо знать, что сказано в конце, что такая чува не принимается. На первый взгляд, казалось бы, тут есть некое сожаление. Обратите внимание, это очень важный факт. Многие из нас, так сказать, думают о том, о том, что вы видите, вот это достаточно, согласно Рабейну Бахе, а мы идем сейчас согласно нему, когда-нибудь мы сделаем некий общий обзор мнения других мудрецов. Человек, который грешит, как тут сказано, а потом исправляет себя, но как? Устами, а не сердцем, языком, а не делами, то такое исправление, оно не считается исправлением. Несмотря на то, что вроде бы, как бы он, как бы, сожалеет об этом. Почему? Потому что это повторяется снова и снова, снова и снова. Как бы уже сожалея, он уже, в принципе, уже согласен с тем, что он снова согрешен. Не принимается такое исправление, милость Всевышнего в подарке, этом под названием чува, исправление, не помогает ему. теперь. Это один вид. Второй вид. Второй вид возвращения. Человек возвращается к Всевышнему своим сердцем. Да, не только устами, сердцем. И также участвуют в этом все органы тела его. Он мобилизует свой разум против дурного побуждения, старается превозмочь себя и воевает против своих вожделений, пока не победит их. Он не позволяет им довести его до всего того, что ненавистно Творцу Благословенову, хотя низшая душа его постоянно желает свести его с путей служения Творцу и стремиться к греху. Он, однако, старается не допустить этого. И временами она побеждает его, а временами он ее ну, о ком речь идет? Праведник. Что значит праведник? Как сказано, семь раз упал, один раз встал. То есть уже речь идет о человеке, который вообще в состоянии идти против течения, идти против своего желания. Это человек, который борется. Первый тип натура, у которой уже такая, знаете, привязанность, он уже не в состоянии тебя преодолеть. Ну, не в состоянии. Типа наркоман. А вот второй человек, второй вид возвращения, это человек, который уже мобилизует свой разум. Большинство из нас нет такого понятия мобилизации разума против дурного поступка. максимум это может произойти после того, как. Как уже поступок произошел, вдруг, так сказать, разум, вдруг, а, что я наделал. А оказывается, что можно, да, эту технику, как можно, это будет только через вот следующий, только главе отчет перед собой, там это будет разбираться. Можно мобилизовать свой разум до того, как, до того, как, чтобы не совершить этот дурной поступок. и уметь воевать против своих вожделений. Более того, можно даже побеждать их. Представляете? Если это нельзя, то нельзя. Такое тоже это возможно. Если нужно есть, буду есть. Нельзя есть, не буду есть. Представляете, это звучит так в прямом эфире легко. Естественно, что тут столько времени, сколько еды нет перед глазами, это легко говорить. Но я видел людей, которые даже могли на практике это существовать. Такое существует. Есть такое, да? Так вот, что о них речь идет? А что, что, что о них тут говорит Рабейну Бахе? Этот человек еще не обрел такого совершенства на путях возвращения, которое необходимо для искупления его грехов. А тут он идет по высшей мерке. Это не мнение всех мудрецов. Надо сразу говорить о мнении Рабейну Бахе. Вот такой человек, Человек очень достойный. Очень-очень непросто идти против своей воли, после своего желания, против своего вожделения, мобилизовать свою разум. А он способен на это. Единственное, что время от времени он просто проигрывает отбой. А иногда выигрывает его. Так вот, сказано о том, что такой человек, он еще не обрел такого совершенства, которое необходимо для искупления его грехов. Нет, грех еще до конца не искуплен. Для этого он должен отстраниться от них совершенно. А он не отстранился, иногда к ним возвращается. Ай-яй-яй-яй. Так вот, а кому да искупляется? Где эта мерка, которая точно приводит к тому, что в голову нам не приходит, что это может исправить все? Даже что? Даже убийство. Как это может произойти, это отдельно разберем. Но даже самый страшный грех, который может быть на душе человека, чувак может полностью стереть, когда это произойдет. Вот третий вид возвращения. Вот он тот, который, тот идеал, о котором говорит Робейн и Бахи. Это человек, который выполняет все условия, с которыми связано возвращение. Эти условия подробнейшим образом будем говорить на следующем, через одном занятии. Но он уже говорит в общем, что помогает в этом. Это тот человек, который укрепляет свой разум, его противостояние с вожделениями. Ради внимания, это не мобилизует. Разница между словом мобилизует и укрепляет две разные вещи. Мобилизует, это вообще находится в состоянии расслабленном. Можно сказать, даже не употребляет разум. Теперь что требуется? Мобилизация всех сил. Один раз, раз. А другое дело, когда он все время находится в состоянии мобилизации, только что он еще при этом делает, он все время еще это укрепляет, это еще больше и больше и больше. Как сказать, укрепляет свой разум, в противостоянии и вожделениях. Чем разум сильнее, тем больше него шансов победить вожделение телесное. Теперь. Постоянно проверяет свои дела. Оу! Это человек, который постоянно следит за собой. Он дает отчет, отчет. У нас будет огромная, длинная глава, врата, восьмые, отчет перед собой. Вот он следит за своими делами. Что еще помогает ему? Трепещет перед Творцом и стыдится его. Слово трепещет перед Творцом. Это испытывает страх перед ним. Трепет тут имеется. Страх трепет. Тоже может быть ощущение далекое. Мы не всегда даже не понимаем, о чем речь идет. И стыдимся его. Интересная вещь, так сказать. Каждый из нас согрешил. Что мы испытываем после этого? Чувство сожаления. Предположим, да? Мы тяжело, да. А стыд есть? Ведь надо... Для чего стыд существует? Вот из-за этого должно быть стыдно. Теперь. Кто видел это? Мы стыдимся людей. Людей. А в первую очередь, стыд должно быть стыдно от самого тот, кто нам это запретил, и мы нарушили. Мы же не нарушаем то, что люди нам повелели. То, что Бог нам повелел, значит, должно быть стыдно перед ним. Значит, краснеть мы должны быть где? Дома, когда мы одни. От осознания своего поступка. Туда должна привести стыд. И что еще? Ощущает всем сердцем, сколько тяжелы, сколь тяжелы его грехи и повинности. Да? Он говорит, знаете, Бог простит. То есть, это, что я наделал тут? Нарушил это, но ничего страшного, Бог прощает. Кто сказал, Бог не прощает? Такой человек, он осознает тяжесть своего греха и повинности. Что еще? Осознает величие того, по отношению к кому он проявил непослушание. Одно дело, человек непослушание знает, так сказать, какому-то начальнику, на работе. А тот самому Творцу, который тебя сотворил. Теперь, более того, его грехи, его, постоянно перед его глазами. Видите, сколько условий. Он никогда не забывает свои грехи. И он раскаивается в них и просит за них прощения все дни своей жизни до самого конца его. Вот такой человек достоин в глазах Творца Спасения. Вот такому все, о чем человек саботится в этом мире. Все, о чем боится, что, не дай Бог, вот это, ааа, ты заботишься, ааа, ты заботишься сам? Ты сам обеспокоен? Ты сам себя судишь? Я тебя судить не буду. А кто себя не судит? Говорит, кто? Ну, иначе открыт суд во Всевышнем. А там уже суд, что называется, строгий. Итак, три вида, из которых, согласно Арбейны Бахе, только третий вид возвращения. Это тот, который полностью стирает прегрешение человека. И, видите, с многими условиями, которые перечислены. И укрепление разума, и проверка своих дел, и трепет перед Творцом, и стыд перед ним, и осознание тяжести своих грехов. И эти грехи постоянно перевел глазами, и раскаяние в них постоянно. Вот, о, такой человек достоин спасения в глазах Творца. Ну, остановимся тут. И всего доброго. Продолжим занятия в следующий раз. Привет из Иерусалима.